Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Еще одна тема, заслуживающая вашего внимания. Ченнилинг. Кармические уроки. Позвольте выразить то, что лежит в глубине тебя. Высшие силы кармический совет. Контактер Селена. Ведущий. Прошу кармический совет ответить мне. Силы. Мы слушаем, а душа спрашивает. Открываем дело жизни. Кармический совет шестого уровня. Спрашивайте. Ведущий. Кто моя звездная семья, происхождение, уровень моего высшего я? Силы. Звездная система, Арктур, седьмого уровня плотности, высшее я на пятом уровне плотности. Ведущий. Каковы мои задачи в этом воплощении? Как я их выполняю? Что еще могу успеть? Что я не выполняю? Главный урок. Силы. Задача воплощения наладить связь между цивилизациями. Это в максимальном варианте, в менее масштабном варианте, открыть в себе глубины восприятия, совмещение разных энергий. Энергий твоей расы и энергий земного восприятия. Такая задача существует для всех представителей цивилизации. И в земном варианте пробовать энергии женственности и жертвенности, принятия и любви. Внести в энергии земли энергию высшей любви, космического единства, которое есть у твоей расы. Ведущий. Кто мои наставники, основной учитель, как наладить связь? Силы. Учительская система представляет собой единый организм, единый конгломерат сознаний. Вы привыкли все разделять. Ты сама можешь выбрать себе учителя, того, кто тебе по нраву. И на самом деле каждый может сделать так же. Вам уже передали имена высших учителей и многие вам еще неизвестны. Вы можете обратиться к любому из них и каждый с радостью выступит вашим учителем. Это как выбрать себе научного руководителя. Должна быть взаимная договоренность, взаимное согласие и соответствие энергии. Поэтому ты можешь выбрать и призвать его. Мы рекомендуем сын Жермена. Но выбор за тобой. Если же вы не хотите выбирать конкретного учителя и работать со своей системой, то вы можете просто общаться учитель. И тот, кто наиболее соответствует уровню и содержанию запроса, откликнется и поможет. Так работает вся учительская система. Связь существует внутри каждого. Ее легко найти. Просто довериться сердцу и поверь в себя. Просто заклини внутрь себя и успокой свои мысли и эмоции. И отклик придет. Каждый день учителя общаются с тобой каждую секунду. Просто тебе кажется, что это ты сама с собой разговариваешь. Просто ты не обращаешь внимания на знаки и события. Просто ты сама закрываешься от этого общения. Будь всегда открыта для общения. Каждый день распахни свою душу навстречу миру и учителям. И они проявятся. И связь восстановится. Останови ум и убери сомнения. И ты услышишь. Ведущий. Мое женское одиночество. Какие причины и какие цели? Есть ли у меня в этом воплощении возможность встретить любимого мужчину? Силы. Ты сама выбрала это. Нет никакой причины заставлять вас быть одинокими и несчастными. Ибо свет – это единство и радость, общность и любовь. Но когда-то ты решила в своем прошлом воплощении, что мужчина – это обуза. Что лучше уж одной, чем быть несчастной. И выбрала пройти этот опыт. Тебя тогда очень ранили твои переживания. И ты закрылась от этих чувств. Но твоя чувствительность все же дает о себе знать и стремиться к воплощению, к реализации. Ты все время оцениваешь мужчину, даешь оценки, сравниваешь с неким эталоном, который ты сама себе создала. А этого делать не надо. Нужно просто принять мужские энергии, как другие энергии, и пытаться с ними совмещаться. И найти свою уникальную пару, уникальное совмещение энергий, которое принесет тебе женское счастье. Каждый из вас слышим. И каждый из вас может поменять все в своей судьбе. Если этот выбор осознан. Если ты хочешь встретить своего партнера, то просто выбери это. И главное, определись, каким именно ты хочешь его видеть. И что ты готова отдать взамен. Понимаешь? Это не торговля. Но что готова отдать ему ты? Чем ты готова пожертвовать? Потому что каждый из вас жертвует чем-то для своего партнера. И это неизбежно. Потому что такой закон жертвенности, закон отдачи. И это не в том смысле страдальческом, как у вас принято считать. Не в том смысле принесения жертвы, как это принято в некоторых религиозных обрядах. Это самопожертвование. Это акт великой отдачи. И служение, которым пронизаны многие уровни мироздания. Пойми, чем ты готова пожертвовать? То есть отдать, чтобы в тебе образовалась пустотность. И кто-то еще мог передать тебе свой дар любви и жертвенности. Все в вашей жизни происходит зеркально. Сколько отдаете, столько и получаете. Что отдаете, то и получаете. А если не ждете отдачи, то получаете и более. Ведущий. У меня узлы в щитовидке. Какие причины, как можно это исправить? Силы. Узлы – это застоявшиеся энергии. Ты боишься выразить себя свободно. Ты в буквальном смысле не договариваешь. Сдерживаешь себя. Тормозишь свое самовыражение. Позволь себе быть собой. Позволь себе сказать все, что ты хочешь миру. Не бойся быть непринятой или непонятой. Открой свои самые глубинные чувства. И не бойся, что они могут оказаться негативными. В глубине вас живет прекрасное световое существо, которое загнано в шаблоны восприятия, законы нравственного и общественного поведения. Для начала найди место, где ты не будешь стесняться, самовыражаться и позволь себе это. Позволь выразить то, что лежит в глубине тебя. Попробуй выплески энергии из себя. Может тебе захочется кричать или плакать, петь или танцевать. Просто освободи себя. Выговорись. Пусть энергии выйдут наружу. И освободи их. Мы бы рекомендовали энергетические танцы. Когда ты просто включаешь музыку или поешь эту музыку и просто доверяешься телу. И тело само начнет танцевать и двигаться. Просто не сопротивляйся. Отдайся этому великолепному танцу. Такие танцы позволят отпустить контроль над телом. Расслабить тело. Высвободить накопленные сдерживаемые эмоции и энергии. И прокачать тело потоками энергии. Потом ты начнешь различать этой энергии и просто кружиться в энергетических потоках вселенной. Ведущий. Мои зависимости, курение и алкоголь. Что мне может помочь освободиться? Силы. Это проблема отсутствия самовыражения. Ты пытаешься найти себя вовне. А нужно искать себя внутри. Осознай это. Осознай, что и курение, и алкоголь только уводят тебя от тебя истиной. Ты пытаешься наполнить себя новыми эмоциями и впечатлениями извне. А это все можно сделать изнутри. Курение и алкоголь это ловушки энергии. Когда во время процесса курения и принятия алкоголя тобою просто питаются те сути, которым эта энергия нужна для их жизнедеятельности. И именно это становится зависимостью. Сначала это некие необычные ощущения, которые как бы расширяют горизонты восприятия. Это то, что дают эти сущности в обмен на энергию. Но потом это иссякает. Потому что ничего более они дать уже не могут. Ничего более высокого и интересного. Мы рекомендуем всяческие энергетические практики, которые переструктурируют энергию в теле и дадут ощущение наполненности. В частности то, что мы уже рекомендовали энергетические танцы. Пусть энергия заполнит тебя настолько, что ты даже не вспомнишь об алкоголе и курении. Погружайся в музыку и погружайся в себя. И тело все сделает само. И ты почувствуешь разницу наполненности после такого танца или после алкоголя и курения. Это как пить чистую воду из колодца, либо поглощать мутную болотную жижу. Ведущий. Дочь. Полностью отрицает свою женскую суть. Вероятность создания ею семьи. Задача ее воплощения. И как могу я ей помочь? Силы. Открываем дело жизни. Кармический совет пятого уровня. Твоя дочь во многих жизнях была мужчиной. И так сказать привязанность к этому. Все энергии должны быть сбалансированы. Поэтому вам даются разные опыты в мужском и в женском воплощении. Но она усиленно последние 10 воплощений выбирала только мужские энергии. Только мужские игры. Она разучилась быть женщиной. И можно сказать, что ей в этом воплощении почти не оставили выбора. Потому что мужские энергии начали ее формировать определенным образом. И поэтому ей было предложено обязательное воплощение в женской сути. Она очень этого не хотела, но согласилась. Это были настойчивые рекомендации учительской системы. Поэтому ей так трудно принять свою женственность. Она так отвыкла от этого и сопротивляется этому в себе. Потому что с ней очень много мужских энергий. И соответственно ее такое поведение. Она не может привыкнуть к себе и отвергает себя. Это парадокс. Но другого выхода нет. Как принять себя? Мы бы посоветовали, если можно так советовать, рождение ребенка. В эти моменты в матери просыпаются женские энергии и аспекты. И мощные волны любви. Начинает работать программа материнства. Попробую убедить ее в этом. В том, что любой женщине нужно родить ребенка. Поскольку она пришла в это воплощение женщиной. И это уже не будет одиночеством. Если же нужно найти партнера, в котором много женских энергий. И тогда она сможет его принять. Это не будет мужественный человек в вашем стандартном понимании идеального мужчина. Но это будет ее пара. И будет тот, о ком она может заботиться. И кого может защищать. Ты не можешь повлиять на ее выбор. Но ты можешь помочь ей только любовью и принятием. Прими ее такой, какая она есть. Потому что ей очень сложно. Ей кому-то нужно выразить свои чувства. И свое отношение к миру. И ей в силу устоев вашего общества приходится это скрывать. И поэтому она ищет общение с подобными себе. А что ей еще делать, если ее не понимает большинство. И даже ты родная мать. Она не виновата в том, что в ней такие энергии. Прими ее такой, какая она есть. И пусть она сможет тебе говорить об этом открыто. И делиться с тобой своими мыслями и сомнениями. Своими переживаниями без стыда и опаски быть непонятой. Кому я ищу идти за своими чувствами. Поэтому прими ее с полной любовью. И эта любовь осветит ее жизнь и поможет ей. И в ваших разговорах ты тогда сможешь очень осторожно, постепенно, без нажима и диктата, просто вливать в нее новую энергию, новую информацию, мысли о ее женской сути, о ее женской задаче, о том, что если она пришла в это воплощение женщиной, то должна и попробовать и почувствовать весь возможный спектр женственности, который дан ей от природы. Попробуй убедить ее использовать все шансы быть женщиной. Почувствовать спектр женских сексуальных ощущений, женского принятия и любви, женского растворения. И убеди ее в том, хотя бы с точки зрения социальной значимости, что ей нужно родить ребенка. И энергии материнства выправят ее. И если родится мальчик, значит все же в ней превалируют мужские энергии. А если девочка, значит она смогла пройти этот барьер. Когда к ней на смену ее мужских энергий придут женские, то поменяется и физиология, и исчезнут проблемы с ростом волос, потому что все это взаимосвязано. Почему у мужчин такое количество волос в виде бороды, усов и волос на теле? Потому что они все время от чего-то и от кого-то защищаются. И этот волосяной покров выстраивает дополнительную защиту. Так и в дикой природе у хищников. Поэтому ей нужно научиться открываться и не защищаться. Почувствовать, что угроз нет. И весь мир открыт для нее. Но это ей сделать трудно. Потому что общество не принимает ее такой, какая она есть. А каждому человеку хочется быть самим собой. И не изображать ничего, не делать усилий. А просто быть и радоваться бытию. Задача ее воплощения – развить в себе женственность, женские аспекты. Ведущий. Мой сын долгое время постоянно находится в долгах. Что не делает, не может освободиться. Что ему может помочь. Задача его воплощения. Силы. Открываем дело жизни. Кармический совет шестого уровня. Он закрыт для изобилия. Он не доверяет миру. И поэтому не впускает в себя энергии изобилия. В том числе и денежного. Он разучился быть ребенком. Которому дарят дары не за что-то, а просто. Потому что его любят. Ему нужно открыться миру. И начать ему доверять полностью. Не думать о хлебе насущном, как учил Иисус. А просто позволить себе наслаждаться бытием. И полностью присутствовать в том бытии, принимая все, что оно приносит. И все изменится, как только он доверит себя Вселенной. Он строит планы и сам мало верит в их исполнение. И это стало замкнутым кругом. Он хочет поверить, но не верит. То, что он задумал, не свершается. Потому что он еще больше не верит в себя. Просто нужно довериться потоку жизни. Пусть попробует не строить планов, а доверять интуиции. Просто принимать то, что делает жизнь сегодня, в этот день. Пусть расслабится и попробует не загадывать на завтра. Не строить планов. И поток выстроится. И в каждом дне будет небольшой дар, который он должен научиться разглядеть и принять. Потому что в большинстве своем вы и не замечаете тех даров, которые вам даются. А радуйтесь только тому, что сами желали. И так постепенно поток расширится. И его вера в себя укрепится. И возникает привычка к открытому мироощущению, когда ты полностью доверяешь потоку жизни и не сопротивляешься ему. И начинаешь понимать, что все свершается наилучшим образом. Ведь и сейчас, рано или поздно, все его долговые ситуации все же разрешаются тем или иным способом. Просто он не видит в этом проведения и помощь свыше. А думает, что делает это сам. Пусть понаблюдает за событиями беспристрастно и попытается найти связь. Увидеть закономерности. Увидеть то, что на самом деле мир всеми силами стремится ему помочь. Ведущий, благодарю вас за информацию и за урок. Силы, и мы благодарим тебя за содействие. Прибывайте в свете Создателя. Мы отключаемся. До связи. Вселена. Продолжение следует... Продолжение следует...